Рутки закрепили, хоть нас не просили, мы опять в России, а мы в России, а мы в России, а мы в России. Добрый вечер, друзья! Команда из Баку становилась чемпионом высшей лиги дважды. После первого раза закрылся КВН, а после второго распался Советский Союз. Интересно, что задумал Александр Васильевич на этот раз. Так, ребят, давайте посерьезнее. Вам что было мало, когда один раз про нас на «Хаккнас» написали? Ладно, не переживай. Один раз не «Хаккнас». Друзья, а наша команда добьется успеха, потому что мы знаем, как азербайджанцу стать успешным в Москве. В Москву меня позвали, без проблем гражданство брали. А еще через неделю я прописку получил. Нашел работу сразу, секрет успеха был. Я еще в азербайджане был единороссом. Друзья, успокойся. В жюри сидят много уважаемые люди. Я думаю, самое время поговорить с ними по душам. Давай. Здравствуйте, Баныш Косов. Здравствуйте, Баныш Косов. Вы знаете, вы долго в команде спорили, кто все-таки умнее. Вы или Равшан Аскеров. Но потом, после долгих споров, поняли, что именно вы. Ведь у вас две хрустали совы, одна бриллиантовая и ни одной фотографии в футболке сборной Германии. Здравствуйте, Екатерина. У меня к вам деловое предложение. А возьмите меня, пожалуйста, ведущим в Comedy Woman. Ты что, дурак? Там конкурс. На семь человек одно место. Да я найду еще шесть человек. Здравствуйте, Мурат Адаша. Друзья мои, аккуратнее. Перед вами чемпион высшей лиги 92-го года, вице-чемпион высшей лиги 93-го и победитель кубка десяти двухтысячного. Ты почему нам это постоянно повторяешь? А почему он нам это постоянно повторяет? Я не знаю, почему он постоянно повторяет. Дамы и господа, от имени всего азербайджанского народа хочу поблагодарить Дмитрия Яковлевича за то, что он изобрел айфон. Все знают, что айфон изобрел Стив Джобс? А? Зал молчит. Дмитрий Яковлевич молчит. Стива Джобс молчит. Иди куда-нибудь. Ребята, объясните мне, пожалуйста, зачем мы его взяли в команду? Он же вообще ничего не делает. Он красивый. Ну да, на любителя. Да-да! Три-два-два-два выгонят, и его, и любителя. Положите, да? Так-так-так, ребят, 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 давайте мы не будем ссориться и просто покажем что-нибудь актуальное. Актуальное или актуальное? Без разницы все. Поехали. Без разницы все. Поехали. Как известно, одна из сцен фильма «Форсаж» снималась в Азербайджане. Итак, представьте, азербайджанский таксист везет на съемки актера Веры Дизеля. Можно помегленнее, мне страшно! А, да, конечно. Турист? Да нет, актер, винт Дизель. Ну, где без Дизеля? Зачем приехал? Ну, на съемке фильма «Форсаж». Форсаж? Мы желаем на лаву! Форсаж! На дорогу смотрим! Пожалуйста, серфи, серфи! Азербайджанца невозможно запугать, поэтому работа банковского коллектора у нас имеет свои особенности. Ну, в общем, я ему вам говорю, что... А, тамик, тамик, подожди, а где ты, сэр? Тамик? А где ты, сэр? Тамик? А где ты, сэр? Ну, вообще, я его не знаю. А, как не знаю? Ты что-то же... Он, звать, это отстоять от меня! Вот, когда долг в банку вернешь, тогда я отстану. Верну, верну! Мы сейчас посажем, братья, и мы... Вот, короче... Все азербайджанцы любят пользоваться родственными связями, но не все умеют это делать. Здравствуйте! Я от Акипа Саламовича. Это я, Акип Саламович. Да? Тогда я от вас. И кто вас прислал? Пагриф Магридович. А это еще кто? Это я! Ну, ладно, давайте, кричайте, что у вас там? Современная история России. Так? Современную историю России творят настоящие мужчины с железным характером и силой воли. А если поконкретнее? Ну, как бы я двоих знаю. Кого? Ваги Памедовича и Акип Саламовича. Ну, ладно, теорию вы знали, давайте понабраться. Так, посмотрим, что вы умеете. Выжимайте сцепление, значит, ручник в пол и поехали. Поговорка, он сейчас... Give me your mouth! Give me your mouth! А сейчас переместимся в московское отделение полиции, куда для обмена опытом прибыл азербайджанский сотрудник. А в полицию ты как попал? У меня не было выгода. Однажды ночью ко мне домой в аварийскую тюрьму в Москву и предложили мне работу. Слушай, а как вы там у себя зарабатываете? Швейцарские часы, итальянские кухни, новый айфон. Удивил, превышение скорости, двойная сплошная, проезд на красный сфер. Эй, вы что здесь расселись? Пошли накрывать бордель. О, поехали делиться опытом. Бордель? Как вы выглядите? Пошли уже! Пошли уже! Иди керна! Интересное наблюдение. Если в стране есть бесплатная медицина, то особой популярностью пользуется платная. Итак, представим, платная азербайджанская скорая помощь. Здравствуйте! Вы что так долго ехали? Ну, в первую очередь мы скорая помощь, а потом уже платная. На, подержи градусник. Ознакомьтесь, пожалуйста, с прайс-листом. Может, вы сначала узнаете, что у меня болит? Может, вы сначала узнаете, что в прайс-листе, а потом решите, что у вас болит? Так. Поставить диагноз тысячи рублей. Поставить диагноз, который меня не расстроит. Две тысячи рублей. Дай вам Бог здоровья. Путнадцать тысяч рублей! Вы точно врач? Мужчина! Я, между прочим, оканчивал Вашингтонскую медицинскую академию при президенте Российской Федерации. Может, вы мне просто давление измерите? Без проблем. Сто двадцать на восемьдесят. Девять шестьсот. Итого четырнадцать сто. Ребята, давайте-то не надо ничего. Просто уходите. Вот просто. Слушайте, мы не можем так поступить. Мы клятву Центробанку давали. Да пошли отсюда! Ну и в конце, дорогие друзья. Очень скоро наша команда сыграет в 1-4 высшей лиге КВР. И если мы, если мы пройдем в полуфинал, то нас будет ждать хорошая работа в Азербайджане. А если нет, то плохая в Москве. А деньгам одно и то же? Но для нас тренинг так хочется выиграть. Порой невыносимый мир, считаемся красивым мы. Можно нас любить и можно геновить. Но таких разы продолжаться мы еще не видели. Спасибо. Спасибо. Самая красивая, ребята. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok